Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. В Самаре оживает культурная жизнь. Артисты и сотрудники театров готовятся к старту нового сезона. Если раньше говорили, что театр начинается с вешалки, то теперь с измерения температуры и обработки рук антисептиком. Артисты наконец-то смогли вернуться к репетициям и готовят для самарцев много новинок. Так какими новыми проектами порадует театр Самарской площади, я говорю, с ее директором и актрисой Натальей Носовой. Здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Юрьевна, ну что же, сезон прошлый был довольно-таки непростой для всей страны, испытания. Скажите, пожалуйста, как вы, театр Труппы, пережили пандемию? Пауза была очень долгая, поэтому, наверное, несколько этапов было, как мы переживали эту пандемию. Вначале, когда нас закрыли, мы же все думали, что это ненадолго. И даже в соцсетях мы помахали ручки, сказали, на недельку. Вот я помню, что последний день, когда мы Труппой собирались, это был день театра. 27 марта. Спектакль уже играть было нельзя, но репетиции еще не были отменены. Артисты еще могли приходить в театр, и поэтому мы сделали такое, подготовили. Ведь спектакль-то отменили чуть раньше, с 14 марта. Поэтому мы, зная о том, что мы уже не сможем со зрителями вместе отметить день театра, мы всегда вместе со зрителями много-много лет. Мы подготовили этот капустник, и мы его записали. И 27 марта мы вышли онлайн к зрителям. Но все равно настроение у всех было еще хорошее, и поэтому мы думали, что на недельку. Потом мы думали, ну на две, ну на три. Уже отдохнули немножечко, захотелось продолжить работу. Мы шли, мы и не хотели отдыхать. Мы просто думали, ну недельку надо перетерпеть, две, ну три. Потом уже стало страшновато. Потом стало страшновато, потому что, ну где-то уже в апреле, в первой половине апреля стало понятно, что это неизвестно насколько. А неизвестность это всегда пугает. Ты когда не можешь планировать, вот у меня, например, как у директора, ну были времена, когда прям паника была, потому что, ну земля из-под ног уходит, планировать ничего нельзя. Сначала мы спланировали переносы, потом мы поняли, что этот график переносов уже не сработает. Что обещать и говорить зрителям, мы не понимаем. То есть нам потом еще и запретили на репетиции приходить, ну всем. То есть астроном вообще сидел в самоизоляции, не только в театре. Да, все сидели по домам. И было совершенно непонятно. И не сразу мы поняли, как работать онлайн. Потом у нас же нет для этого специалистов, что называется. И не снимали мы специально спектакли, вот для того, чтобы показывать широкую аудиторию, а ведь снять спектакль, чтобы показать его по интернету, да даже и по телевизору, это очень серьезная работа. Это классная работа, конечно. И у нас вот было всего пять спектаклей, пять, по-моему, спектаклей, которые снимал ГИС. Когда-то был такой хороший проект. Вот он нам здесь пригодился. Я, конечно, позвонила, поскольку мы давние партнеры. И очень хорошо пригодились. Их отцифровали, потому что проект был еще старый, и еще не было цифры. Как говорится, новые хорошо забытые старые. Да. И вот у нас появилось буквально пять спектаклей, за которые было, так сказать, не стыдно показывать их онлайн. И показывали вы их по своему каналу, показывали мы их. И, конечно же, у нас отсняты все спектакли. Ну, если в последнее время все-таки съемки профессиональные, но все равно они... У них и цель съемок совсем другая была. Это для фестивалей, это для архива. Это вот снимаешь с одной, максимум с двух камер, чтобы была видна вся сценическая коробка, как требуют в фестивале. Все хода, все выходы, вся сценография, чтобы была видна никаких практически крупных планов. Но пришлось показывать и ряд этих спектаклей. Конечно, до последнего выбирали вот те, где лучше съемка, где лучше звук. Потом общались со зрителем, предупредили, что осталось у нас в архиве. И вот старые спектакли, которые сняты, конечно, еще на полупрофессиональной камеры. И зрители все это понимали, и тем не менее смотрели. Смотрели, просмотров много было, да? Просмотров было много. Смотрели, и те спектакли, которые не видели, говорили, ну, мы понимаем, что это не то, но мы увидели, и теперь мы обязательно придем. Обязательно сходим. Многие коллеги боялись, что если будем показывать, то потом на спектакль не придут. Вот этого я не боялась. Потому что у нас есть хороший опыт, когда по ГИСу показывали роддом, ну, не стало меньше зрителей, ну, и совсем не стало меньше. Нет, а часто достаточно показывали. Около 10 лет уже идет этот спектакль, да, Наталья? Больше уже, да? И все равно полный зал, билет не купить. У нас много спектаклей долгожителей, которые идут на аншлагах. Потом, когда пауза дальше стала тянуться, мы уже стали готовить какие-то специальные онлайн-проекты. Да, вот как раз я хотела вам об этом сказать, что я подписана на группу и смотрю постоянно какое-то движение в соцсетях и на сайте, то есть новые-новые проекты. Вот расскажите, пожалуйста, как проходила работа. Ну, прежде всего, наверное, нужно рассказать о подготовке, о спектакле «Нас не надо жалеть». Это к 75-летию победы. Но мы оказались все вообще по домам, мы не собирались, у нас не было возможности приехать, встретиться. Мы долго думали, как это сделать, поэтому избрали, ну, такой уже не новый формат, вот читка писем. Постарались передать, подумали, как сделать, чтобы все-таки была какая-то динамика, вот поскольку это не на сцене, нет взаимосвязи между партнерами. Придумали вот этот экран, придумали это видео. Опять-таки, нет у нас специалистов, поэтому есть у нас... Сам себе режиссер. Да, есть у нас выращенный такой вот талант. Павел Скрябин, артист, который, я считаю, очень неплохо справился с этой задачей. Евгений Борисович тоже переквалифицировался у нас. То есть раскадровку они по телефону решали буквально. Причем я там показывала все, Евгений Борисович мне присылали. Он раскадровку, то есть буквально делали. И видео он одобрял, не одобрял. Вот, ну, звук оператора у нас очень хороший, Игорь Горбич. Вот тоже там большая работа была, конечно, тоже звук сделан профессионально. И вот мы сделали эту историю. Мы сделали эту историю, и даже рецензии были, и просмотров было достаточно. Потом повторили это на День памяти и скорби на 22 июня. И сами мы остались, удовлетворены этой работой. Ну, потому что делали все на коленке дома. Сделано, я считаю, очень даже прилично. Актеры читали. Ну, единственное, что была встреча оператора. А вся труппа откликнулась с Натальей Юрьевной? Да, да, конечно. Вся труппа откликнулась. И все практически принимали участие. Там, единственное, что это был апрель месяц, и были люди, которые были на больничном. Были. Тогда же очень строго было. Тут все равно должна была произойти встреча оператора с артистом. Там буквально, по-моему, два человека у нас не участвуют. Вот по причине там температуры 37-1. Потом, наверное, надо рассказать о нашем участии в «Больших гастролях» онлайн. Да, пожалуйста. Да, то есть, ну, проект «Большие гастроли», он существовал и существует, когда обмениваются театры, города. Мы, кстати, в этом проекте не участвовали. Вот, и вдруг, когда объявили вот этот проект онлайн «Большие гастроли», мы подали заявку на «Кавказский маловой круг», и нас взяли. Вот хотя отбирали туда в основном спектакли уже заявившие о себе, уже имеющие какие-то серьезные награды, во всяком случае, с этого они начали онлайн. Ну, как минимум рецепт, наверное, да? Да, а мы же только успели 8-9 раз отыграть этот спектакль, и все. Ну, мы подали заявку, мы послали видео, и нас взяли. И вот это, я считаю, очень хорошо. Мы от Самарского региона были единственные театры, которые приняли участие в «Больших гастролях». Просмотр просто зашкаливало для нас, потому что это смотрела вся страна. Это смотрела вся страна. Отзывы какие-то интересные были? Отзывы интересные были, да. Отзывы были интересные, и самарский зритель смотрел, и очень болел за нас. Вот, и были хорошие отзывы. Ну, а как результат? Что-то было? Какое-то место, награждение? Нет, это же большие гастроли. Просто гастроли, да? Это же не фестиваль. Это большие гастроли. Это вот в то время, когда они могли выезжать, театр была предоставлена такая возможность. И это просто замечательно, потому что вот новый спектакль, хочется его показать, чтобы увидели. И были же запланированы у нас фестивали, они все были отменены. Вот, и тут предоставилась такая возможность показать все-таки свой спектакль, да, пусть онлайн. Ну, зрителей не надо недооценивать. Они все прекрасно понимают, насколько теряет спектакль, когда смотришь это по видео. И тем не менее, и тем не менее, зрители тоже страшно скучали по театру и продолжают скучать. И поэтому просмотров было очень много, и были очень хорошие отзывы, которые грели нас. И все-таки мы смогли показать свой спектакль. Потом начались другие онлайн-проекты. Ну, во-первых, мы принимали участие во всех флешмобах, которые предлагали, и все театры по стране участвовали. Это и «Русское слово», и, ну, к 9 мая было, и мы читали еще рассказы для детей. Ну, все, что предлагалось, мы с удовольствием принимали, мы с удовольствием принимали участие. Наверное, вот последний, да, новый проект, в котором вы приняли участие, вот буквально прошел, да, на выходных, совместно с Самарским художественным музеем. Расскажите об этом, и у нас есть видео, мы его обязательно посмотрим. Ну, это уже не онлайн. Ну, уже вживую переходим, конечно. Это событие, это для нас событие. Ровно 5 месяцев, вот, 14 марта закрыли театры, с 14 марта мы спектакль не играли, по 14 августа. Вот четкий, что значит директор, четкий отсчет, ровно 5 месяцев. 15 августа мы прервали просто молчание. 15 августа мы смогли, благодаря этому проекту, выйти на сцену, на сцену к зрителю, под открытым небом, ничего не нарушая, поскольку культурные мероприятия на свежем воздухе, ну, с ограниченным количеством разрешены. И мы вышли, проект этот родился очень быстро, спонтанно, именно вот театрально-музейный. Хотя музейный дворик уже там с июля месяца, если не раньше, да, начал работать. Как только самоизоляцию сняли, вот как всех нас выпустили, вот, так сразу Алла Леонидовна начала проводить там мастер-классы с художниками, еще какие-то маленькие мероприятия. И потом эти мероприятия делались все крупнее и крупнее, солиднее. И мы с ней подумали, что нужно попробовать сделать театрально-музейную историю. А наше социальное партнерство не вчера родилось, три года мы уже совместно работаем. Наши артисты принимают участие в Ширяево на день рождения Репина. И давно и хорошо знаем друг друга, и они все время приходят к нам в театр на премьер, мы приходим на открытие выставки, то есть дружим. И тут все срослось, просто буквально все. Во-первых, выставка Жерара Юфер, то есть это потрясающая фото-выставка, фотохудожник, которая, знаешь, настолько перекликается, вот обязательно рекомендую всем сходить, настолько перекликается с Биструпом, тоже черно-белая история. Тоже своим глазом Жерар подсматривает, как люди ведут себя в музеях. Да, и вот эти фотоснимки, просто шикарная выставка. Настолько она получилась созвучной, вот они с Херлфом Биструпом, как будто под одним лучом. Вот, только это еще такие шаржи карикатуры, да, Даль тому времени, да, графика. Вот здесь это фото, ну, потому что 21 век, но это потрясающие фото, и тоже черно-белые. Вот, то есть просто как будто бы продолжение, как будто специально создана эта спектакль, эта фото-выставка друг для друга. С учетом того, что спектакль наш небольшой, как ты помнишь, он длится академический час всего, очень динамичный, вот, очень такой позитивный. И здесь... Коллаборация сложилась, да? Коллаборация просто сложилась. Вот, не было сцены чудесным образом. Сцена появилась, сцена появилась, нам помогли добрые люди. Вот, сцена появилась, вот, в музее оказался необходимый нам, вот, прям, по цвету необходимый нам ковролин. Вот, сцена получилась очень хорошая, очень достойная. Единственное, вот погода, висела погода, висела погода, и тут нам пришлось... Ну, и здесь, с Небесной канцелярией, наверное, договорились. Да, и здесь, и мы буквально, вот, мы вспоминаем уже, на следующий день у меня именно плечи, вот, прям, даже болели плечи. Мы действительно, не сговариваясь, когда сказали слово с Аллой Леонидовной, что вот, совместный проект, коллаборация, и мы не сговариваясь, разошлись по разные стороны, вот, у зрителей, по разные стороны, и встали, она, значит, справа я, слева у стены. Мы стояли, мы не садились. Конечно, нам предлагали сесть, тут стульчики нам принесли. Мы именно стояли. Вот, я уже так понимаю, что мы как декреатита держали небо. И даже когда нас на интервью, там, на минутку отвлекали, мы очень, ну, я, во всяком случае, очень быстро что-то такое там терраторила, потому что я боялась. И то же самое мне потом сказала Алла. Она говорит, я боялась отойти, потому что, ну, как же я отойду за капы? Ну, давайте посмотрим сюжет у нас есть. Пожалуйста, внимание на экран. Можно ли сыграть спектакль без единого слова? Для артистов Самарской площади это не вопрос. Театральная постановка играем битструпа – это пластическая клоунада по карикатурам датского художника. Герои попадают в комичные, трогательные и романтические жизненные ситуации, понятные каждому зрителю. Это первое выступление трупа перед живым залом за пять месяцев. Эта фраза уже такая расхожая, что театр – это здесь и сейчас. И тем не менее, театр – это действительно здесь и сейчас. И обязательно, смотрите, обязательно должна быть обратная реакция. Вот эта горошина, которую кидаешь в зал, она обязательно должна вернуться. А иначе нет спектакля, нет театра. Спектакль на заднем дворе Самарского областного художественного музея – это часть совместного проекта театра и музея. Постановка стала своеобразным продолжением открывшейся одноименной выставки французского фотографа Жерара Юфера. На его черно-белых кадрах, как и на карикатурах Биттрупа, запечатлены забавные и интересные моменты. Только не из повседневной жизни, а из жизни музеев и галерей. Эта выставка долго ждала своего звездного часа. Ее готовили к майской ночи в музее. Всем жителям нашего города от всего сердца желаю ее посетить, потому что это большая редкость. Мы очень долго готовили этот проект. Еще очень долго он отжидался в запасниках нашего музея. Наконец-то есть такая радость прийти в любом возрасте, чтобы улыбнуться, чтобы переосмыслить свою жизнь и провести этот день музея. Выставка французского фотографа продлится еще два месяца. А потом самарцы успеют оценить, как зритель взаимодействует с экспонатами, увидеть себя со стороны и задуматься о своем отношении к искусству. Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, когда театр примет первых зрителей и чем будете удивлять в этом сезоне? Ну, сезон мы открыли под открытым небом, как уже сказали. И как счастливы были зрители, я все-таки продолжу момент. Вот это было и актерское счастье, и зрительское счастье, которое я со стороны наблюдала, поскольку в спектакле в этот раз не участвовала. Мы наконец-то услышали живые акклодисменты. Эмоции, глаза, эмоции. А потом сколько было сказано хороших слов после спектакля. Люди подходили, благодарили и говорили, как они скучали. Вот это, конечно, дорого стоит. Сейчас мы в усиленном режиме делаем прогоны, уже прогоны спектаклей. То есть восстановительные репетиции проходили раньше. Сейчас мы каждый день у нас по одному, по два прогона, смотря какой спектакль мы прогоняем. Конечно, предстоит огромная работа по восстановлению Кавказского милового круга, потому что спектакль премьерный, всего отыгранный 9 раз. Он еще не сидит в крови, он еще не сидит в мышечной памяти даже. И полотно большое у Евгения Борисовича, это театральное полотно, это действительно большое, вся труппа принимает участие. Это редкий спектакль для нас по количеству актеров на сцене. Поэтому предстоит очень серьезный, серьезный, 5 месяцев. Считается, 6 месяцев уже считается капитально возобновленный спектакль. Такой большой паузы не было никогда и ни у кого. То есть, вот это, конечно, уникальный такой случай для всех театров всей страны. Никак даже в войну театр работал, даже в блокаду театр работал. А здесь вот такая ситуация, которую мы, я надеюсь, пережили. И теперь мы изо всех сил стараемся восстановить репертуар за достаточно короткий срок. И уже 1 сентября мы ждем зрителей. Что быть, как быть с билетами, которые были ранее куплены? Как можно прийти, обменять или что-то? Дайте информацию, пожалуйста. Ну, у нас и на сайте всегда висела информация. Может быть, без конкретных каких-то чисел, поскольку никто не знал, когда откроют. Билеты не пропадут. Ни один билет ни у кого не пропадет. Мы и раньше обещали это зрителям. Мы сейчас это выполняем. Ну, во-первых, касса открылась чуть раньше на возврат билетов, если кто-то возвращал. Но вот надо сказать хорошие, добрые слова в адрес зрителей, опять-таки, потому что очень маленькое количество сдало билет. Нас ждут, зрители нас ждет. И даже звонят, мы говорим, ну, если хотите, можете прийти. Нет, мы будем ждать. То есть этот билет, который был куплен на ранее действующий спектакль, можно прийти? Ну, можно прийти и обменять, причем мы дали зрителям большой люфт, поскольку, ну, в сентябре кто-то все-таки уехал в отпуск, потому что открылись возможности поехать в стране у нас отдохнуть. Поэтому мы продлили до конца сезона. То есть до конца сезона, даже не до конца года, а до конца сезона. Потому что свой спектакль, допустим, есть ряд спектаклей, которые идут часто, и можно их выбрать. То есть в октябре, в ноябре есть спектакли, которые достаточно редко идут, с учетом того, что зрительный зал пока открывается, будет не полная фасадка. Вот, как раз о регламенте, как она будет осуществляться. И поэтому мы не смогли сделать четкий график переноса. Потому что там 146 мест, здесь 50% заполняемости. Поэтому мы не можем сказать, что вот этот спектакль переносится на это число. Поэтому мы дали вот такой большой люфт до конца сезона. Эти билеты действительно, и люди смогут их обменять, выбрать свой спектакль. Допустим, он в октябре идет, но я не могу, я в ноябре схожу. Вот надо просто заранее звонить в кассу, приходить и обменять. Не просто на спектакль прийти, обязательно заранее прийти и обменять, чтобы место мы зарезервировали. Давайте по регламенту все-таки поговорим. Это опять же новая ситуация для вас. Как будет происходить рассадка зрителей? Какова будет наполняемость зрительного зала? И в каком режиме будете показывать, играть? Ну, что касается регламента, все прописано в документе Роспотребнадзора. И поэтому будем строго ему следовать. Посадка на сегодняшний день, мы надеемся, она будет меняться. Там в октябре, в ноябре. То есть это не более 50% заполняемости через кресло, но делается исключение для семьи, компании. Конечно, документ у нас никто не обязывает смотреть. Но если двое пар пришла, то они пришла, их рассаживать не будут. Люди живут вместе, это, конечно, нелогично и глупо рассаживать их. Но вот они сели, кресло рядом будет пустоваться, дальше будут люди. То есть вот таким образом не более 50%. И вот компании не более трех человек там прописано. То есть вот три человека могут вместе сидеть, даже если это компания или семья. То есть рекомендации, соответственно, нужно будет заранее приходить в театр в этот раз, да? Или администраторы как-то будут помогать рассаживать людей? Либо согласно местам? Нет, там будет согласно купленным билетам. Тут скорее сейчас на администраторе и на кассире лежит большая задача по продаже билетов. То есть вот смотрят, и люди купили, значит, нужно обязательно здесь закрыть места, соблюдать. Но поскольку идет продаж не только через кассу в театре, но и онлайн, поэтому здесь большая работа будет и, возможно, будет какая-то коррекция при посадке. И для этого мы, согласно указу губернатора, в конце августа сделаем несколько таких прогонов на зрителей для того, чтобы отработать эту рассадку. Потому что пока не будет зрителей, до конца 100% мы не можем быть уверены, что все будет гладко. Так, конечно, согласно купленным билетам. Но может произойти, что мы не успели перекрыть онлайн, и люди взяли рядом. Будем рассаживать на такие же ценовые политики места, чтобы люди... Нужно будет это все отработать. Здесь вот очень точно было, вот в указе губернатора, очень точно, что отработать до начала сезона, отработать, сделать несколько пробных вот таких показов. И мы это сделаем. Но все-таки сезон предстоит. Скажите, пожалуйста, что нового интересного приготовили? Над чем идут репетиты, над какими спектаклями? Ну и, собственно, что будете показывать-то? Чем будете удивлять? Ну, все-таки открываемся мы репертуаром старым, кавказским миловым кругом. Это все-таки еще совсем-совсем свежая наша премьера. Дальше наши планы, они у нас, конечно, есть, но они очень от многих зависят. Ну, во-первых, все мы молимся, чтобы не было второй волны. Во-вторых, нам нужно встать на ноги, потому что финансовая дыра в театре очень большая. То есть просто, ну, катастрофически большая. Ну, а как же? Катастрофически. То есть доходов не было пять месяцев. Пять месяцев ни копейки на счет театра не упало. Расходы были, как вы понимаете, да? Вот. Поэтому все будет зависеть от того, как быстро мы сможем встать финансово на ноги. Мы продолжаем. Во-первых, мы переносим спектакль «Нас не надо жалеть» на сцену. Вот. То есть он войдет в репертуар. То есть этот спектакль будет работать на сцене, как в реале. Затем у нас были прерваны репетиции. Мы готовили к юбилею как раз-таки Муштакова. Брачный договор. Комедия. Это комедия, которую так долго ждет наш зритель. Ставить будет Евгений Борисович. Действительно, как-то долгожданно для зрителей. Потому что последние годы у нас такой серьезный репертуар. Это и Брехт, и Ворыпаев. Это Островский. Очень серьезный репертуар. И Достоевский. Тут мы ставим комедию. И второй спектакль, если мы успеем, потому что, в принципе, до конца года не так много времени остается, но до конца сезона, мы надеемся, мы это сделаем, это... Достоевский. Ну, комедия. Ну, комедия. Да. Значит, инсценировку пишет Саша Игнашов. Ставить будет режиссер из Петербурга. Но суеверно я все-таки до конца не буду раскрывать. Ну, увы, режиссер, с которым мы еще не работали ни разу. Но мы видели его постановки в Петербурге. Нам очень понравилось. И договаривались еще до пандемии. Сейчас созванивались, все в порядке. Переговор возбавляется, да? Да. То есть вот... Вот такие вот планы, которые вот пока... Я от всей души желаю, чтобы они осуществились, Наталья Юрьевна. Быстро так пролетело с вами время. Спасибо вам огромное. Очень рада я вас была видеть. Вы в шикарной форме. Спасибо. Хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы хотели пожелать, ну, конечно же, нашим любимым жителям и вашим дорогим зрителям? Ну, во-первых, я хочу пожелать всем здоровья. Сейчас мы все уже устали бояться. Мы все уже включаемся в активную жизнь. С радостью включаемся в активную жизнь. Мы наконец-то стали позволять себе по-человечески здороваться, обниматься. Но все-таки хочу сказать, что надо быть осторожнее. Надо быть осторожнее. Поскольку если не снимают пока запреты совсем, значит, есть еще какая-то опасность. Поэтому берегите себя, пожалуйста. Берегите своих близких. Потому что мы очень хотим вас видеть 1 сентября у нас в театре. Вот мы тоже постараемся себя беречь. И надеемся, что все это закончилось, заканчивается. И начнется наша новая хорошая жизнь. Мы очень соскучились. Ждем вас в нашем театре. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего. И обязательно сходите в театр. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»